Дорогие друзья, приветствуем вас из солнечного города курорта Анапе. Это Джимоте, Пионерский проспект. И сегодня мы посмотрим Мореа, или курортный отель Олимп. Находится он на Пионерском проспекте, 88. И тех подробнее расскажем об этом месте, как и что здесь происходит. Здесь, наверное, самая красивая входная группа, которую вы где-то видели в отелях. Вот такое кольцо большущее, посредине стоит фонтан. Отсюда заезжают машинки, подъезжают, их пакуют с левой стороны. И люди проходят на ресепшн, в котором уже люди регистрируются. Далее здесь есть парковка пятиэтажная, отдельная, стоящая именно для этого отеля. На которой вы за отдельную плату размещаете свой автотранспорт. Здесь также работает консьержская служба. То есть вы приезжаете, вашу машину разгружают. Здравствуйте. И очень удобный большой ресепшн, на котором вы можете разместиться. И получить, как говорится, все нужные услуги и информацию для вас. Добрый день. Рады приветствовать вас в нашем отеле. На ресепшн есть все необходимое. Багажное отделение с санузелом. И также здесь работает кондиционер. Вам будет комфортно провести здесь время. Но недолго. Потому что впереди вас ждет сам отель. Здесь на территорию комплекса вы попадаете по браслетам. И здесь невозможно сразу же пройти мимо вот этой красоты. Во-первых, хочется отметить, что комплекс работает круглогодично. Здесь очень многое выполнено в таком вот великолепном греческом стиле. И с левой стороны у нас первый бассейн. Все бассейны и плюс свой аквакомплекс, или можно назвать его аквапарк на территории с подогревом, друзья. То есть вы пользоваться ими сможете круглогодично. Вам будет тепло и комфортно. Здесь вокруг этой великолепной зоны установлены шезлонги в большом количестве. И как видите, одни находятся под тенью, другие под солнцем. Опять-таки вопрос, зачем этим людям будет море, когда у них все здесь есть. Помимо этих на открытом воздухе бассейнов, есть еще и спа-центр с открытым бассейном. И набором разнообразных саун, хамамов и всего остального. Бассейны очень большие и разнообразные. Это взрослая часть. И есть еще детские с небольшой горочкой. Обычно начинаем обзор отелей с каких-то мест развлечения. Но здесь я считаю, что на входе пройти мимо такого места было бы просто кощунством. А также еще сверху под навесом есть стеневая зона. Также здесь со второго этажа открывается прекрасный вид на сам бассейн. Очень красиво это смотрится. А также есть места, где вы можете позакорять на шезлонгах уже непосредственно под аэрарием. Также с этого аэрария открывается великолепный вид на входную группу, фонтан и наш любимый Пионерский проспект. За вами и вашими детьми постоянно наблюдают профессиональные спасатели. То есть вы будете в безопасности купаться на бассейне. А также перед бассейном имеется ногомойка. Теперь повернемся мы в правую сторону. И здесь находится у нас сцена, на которой происходят все мероприятия. Происходит также анимация. А с правой стороны вилла Валерия. Она входит в состав моря, как один стык корпус. И тут очень большое пространство. Где вы будете танцевать и развлекаться при помощи аниматоров. Вас приветствует анимация отеля Мореа. Для вас мы создаем самое лучшее мероприятие. У нас есть вот такой бассейн, в котором проходит наша акваэробика. Вот в этом бассейне проходит детское водное поло. У нас на заднем плане есть наш аквакомплекс. Там играют с детишками. Развлекают наши детские аниматоры. Для взрослых мы приглашаем артистов, которые будут развлекать вас по вечерам. В течение дня у нас есть арт-терапия, есть индивидуальные тренировки с нашими тренерами. Приезжайте к нам в отель, мы будем рады вас видеть. Также с правой стороны находится бар. Сейчас в баре вы можете набрать разные безалкогольные прохладительные напитки, также пиво. В вечернее время здесь выставляются более крепкие алкогольные напитки. Девочки пришли, сидят под теневым навесом и наслаждаются вкусным местным пивом. Это прекрасно, ребята. Отдых идет. Также территория виллы Валерия, это который 11-й корпус. Здесь есть еще один бассейн с зоной отдыха. Как и все остальные бассейны, он тоже с подогревом. Мы далее от сцены уже двигаемся по территории. С правой стороны находится главный досуговый корпус, где на первом этаже расположена линия шведской раздачи. А сверху расположено дополнительное питание, детские игровые зоны, спортзал, бассейны с салонами и хамамами. Именно сейчас идет питание на первом этаже. Давайте пройдем и посмотрим, как это все происходит. Питание это самое важное в каждом отеле. Вот здесь есть информационный указатель. Мы с вами заходим и попадаем в ресторан Light. Здравствуйте. Друзья, смотрим ресторан шведской линии. И посмотрим, что здесь есть по продуктам. Выбор компотов, соков, сухофруктов здесь просто. Огромный. Также есть зеленый чай, каркаде. Круто. Фуллифайр с холодной горячей водичкой. Здесь есть сладости разнообразные. Набор соков. Даже есть миколонов, если вам что-то надо подогреть. Сладостей прям очень много. Если выбирай, набирай, не хочу. Есть свежие овощи. Винегрет. Салат свежих овощей. Харюбка. Это селедочка закрывает прям классно. Дальше свежие овощи. Оксик уже набирает еду. Соленье. Перчик нет. Дальше это маслины, гороши консервированные. Разные соуса. С другой стороны еще маслины и оливочки. Также кукуруза консервирована. Разные масла. Еще соусы. Харен есть, ребятки. Это да, салат с овощей. Винегрет. Еще один салат селедочка. То есть, чтобы каждый мог набирать тебе еду, не создавая столпотворение. Вот смотрите, сколько таких островков, ребята, стоит. Горогу овощную, гуляш из заведения, булгур и грудка с тыквой. Вау. Отбивная куриная с помидорками. Картофель запеченный, курочка, греча, хлебушек в ассортименте. Здесь у нас тефтели. Есть омлет, макарошки для деток и ментай на пару. То есть, вот прям детское меню. Деткам понравится. Есть сухарики, фрукты, разные сладости. С правой стороны это не компотчики стоят. Это сухое красное, белое и полусладкое красное вина. Для вашего, как говорится, настроения. Первые блюда это лапша, борщик. Бульоны есть яички и сухари. И здесь стоит суп гороховый и бульон. Смотрите, какое большое помещение, ребят. Мест еще очень много свободных. Работает центральное кондиционирование. Светло и комфортно. Еще один остроот, ментай. Жареный рис. Далее гуляш из говядины. Уж говядина, даже вижу, как она распадается на волокна. Это очень вкусно. Должны спагетти с маслом. Овощной рагун. Это рычок запеченный. А кто это запеченный? Тефтелемис. Свинина жареная, греча. Грудка с тыквой. Желудки в белом соусе. То есть выбор прям большущий. Здесь для деток стоит йогурт. Также разные сладкие наполнители. Это для блинчиков. Здесь хайповок ими занимается. Детки стоят уже, чтобы положить себе вкусняшку. Надо также есть большой выбор сухих завтраков. И еще фрукты сезонные. Это яблоки и абрикосы. Чайная и кофе-станции здесь находятся немножко в отдалении от основной раздачи. Их здесь тоже не одна. Мы видим с правой стороны кофе машины. И с левой стороны на островках. Это на самом деле прям очень удобно. Вы приходите и выбираете себе, что вам надо из кофе. Лимончик, набор чая. С другой стороны здесь стоит подача горячей воды для вашего чая. Там также. Что? Смотрите, островков для первых блюд два. Тоже, чтобы не создавались очереди. Это то, что мы набрали. Точнее, Оксана делала этот выбор. Я сейчас бегаю еще. Хочу хреновину. Разнообразные вкусняшки. Единственное, мы не взяли, наверное, блинчики. То есть выбор достойный. Это при том, что Оксана уже более осознанно к нему подходит. То, что и хотелось брала. Так-то можно было там и селедочку, и рыбку разнообразную набирать. Именно на это все полвыбор будем дегустировать. По меблировке стулья мягкие. Прям удобно. Привятки, смотрите, работают официанты. Как, сколько их здесь. Я не вижу, чтобы вообще, в принципе, оставались грязные столы. Вот только что люди поели, подошел, парень убрал. Все очень быстро здесь происходит. А также хотелось бы отметить, как работают на раздачах. Моментально все подносят и тут же ходят, все протирают, делают чистым и красивым. Выглядят, как пчелки, знаете, роют. Зажжите. Красиво. Смотрите. Приятного аппетита. Спасибо, дорогая. Давайте попробуем, ребятки, что у нас есть. Вот суп гороховый. Как я его и представляю себе всегда. Это очень густая основа. Вот ты представь, что это один из лучших гороховых супов, которые я пробую. Я приготовлю добрый. Давай. Я очень люблю гороховый суп. Вот именно такой, чтобы вот картошечка прям все было целое. А горох такой развалистый и он не чувствуется. Просто я очень часто приходил, и сам горох, он недоваренный. И ты его прям чувствуешь. Как тебе борщик? Это самое главное. Изменения по меню, ребят. Я еще одну котлетку такую нашел и добавил разных соусов. И хреновину. Я ее прям очень люблю. Привет, как тебя зовут? Вероника. Вероника, как ты здесь отдыхаешь? Очень хорошо, очень хорошо. Здесь питание очень хорошо. Анимация нравится? Да. А в бассейнах купаешься? Аквакоплис? С помощью всем ручкой. Тебе хорошего отдыха. Спасибо, что смотришь от души. Посмотрите, друзьяшки, тарелочка пустая. Это прекрасно. Это был очень вкусный суп. Я честно детский восторг испытываю. Потому что для меня горохи, мой суп, это хреновина. Дай попробую. Да бери, конечно. Я просто хреновином так отношусь. Тевтелька. Офигеть, какая не вкусная. Все, в моем взгляд, хреновином поменялся. А слушай, это, ну, видишь, что чистый хрен. А еще он стандартный готовится с добавлением томата. Да. У меня дома бери с томатами готовят. Икра заморская, баклажанная. Приколов, что Юра ест на шведском столе. Икра заморская, баклажанная. Я очень хотел попробовать тушеную говядину с овощами. Это то, что надо. Она, ребят, просто тает во рту. Еще для меня вот эта курочка. Она тоже распадается на волокна. Не пробуем, я специально для нее взял красный соус. Отдельный такой вот прям респект повару за соус. Это вкусно. У меня остался еще соус так-так. Майонез на основу, зелень. Тоже вкусно. Мое любимое блюдо винегрет. Вот так же, как и борщ, винегрет одно из сложнейших блюд. Если его готовят вкусно, то эта кухня восхитительная. Здесь вы можете увидеть нарезка овощей. Потому что каждый овощ, его надо не пропустить в время приготовления. Когда ты ешь, чтобы они все были одинакой консистенцией. Так же красиво нарезать и фадать, собственно. В таких объемах приготовить винегрет, это вообще искусство. Поварам, ребята, вам вообще за счет и уважение. Вообще молодцы. Курочка есть. Курочка с тыквой. Очень сильно отличается вкус курицы с тыквой от курицы с томатами. То, о чем мечтала, на картошечке пай. Кайфово. Соления по стандарту здесь все очень вкусные. Перчик вот такая остринка. Прям очень пикантный. То есть ты мне желудочка положила? Я не желудочек. Я, честно, желудочка, ребят, тоже не люблю. Ну, раз Оксана положила, будем кушать. Если тебе не скажут, что это желудки, никогда в жизни не узнаешь. Прям кайфово, я тебе отвечаю. Мы только что увидели человека, который тоже не любит желудочки. Очень вкусно. Крутой соус. Я подумал бы, что это какие-то кальмары, кольца. Примерно так и есть же вкусовые ощущения. Очень вкусно питать. Курочка как курочка. По-другому ее не назвать. Только-только встали люди, сразу прибежали ребята и начали чистить столы. Вы можете посмотреть, что вот там, там, там. Везде всегда постоянно есть свободные места, куда можно прийти и сесть. То есть уборка происходит постоянно. Вот девочка приват, подошла к столу и забирает посуду, которая использована. Спасибо большое. Я сделала себе горячий шоколад. Можно попробовать? Я тоже хочу. Йогурты все очень вкусные. Суфле, наверное, правильно сказать. Вкусно, да? Интересно. Я говорю, что это все сцены. Это желешки, на самом деле. Ты права. Мы деткам прям будет очень. Потому что я в детстве очень любил все эти желеки. Это классная тема. Смотри, что, какие-то десертика. Вот это мой. Даже кусочка не дашь попробовать? Что такое, Оксана? Мне, знаешь, кажется, что мы с тобой едим дольше всех. Но тут уже третья семья, и там, понимаете, мы все сидим. Хотя кофе после того шоколада безвкусный. Кофе хороший, но по сравнению с шоколадом... Не сделать, посадите. Спасибо. Ну, пока будет быстро-быстро все есть. Спасибо большое. На этом есть еще собственный горячий шоколад. Я перепробовал практически все вот эти суфрежки. Они все разные. С разными начинками, имеется в виду, и кремами. Вот прям каждый имеет свой вкус. Я уверен, что найдет своего любителя. Мне понравились абсолютно все. Я бы ни от одного не отказался. Все было настолько вкусно. Все было съедено полностью. В фруктике все кайфовое. Шведка прям на высоком уровне. Я уверен, что вы видите, сколько детей, допустим, за соседним столом. Все уже поели, сидят довольны. Да везде дети. Это классный отель для семейного отдыха в Джимате. И приятно видеть вас уже в комментариях в Телеграм. Ура, ура, наш Олимп. Мы едем сюда. Мы любим Олимп. Девочка, которая там подходила, тоже все радует. И все у нее классно. И дай бог, чтобы все люди, которые берут с собой позитив, в ответ позитив и получали. И вот такую вкусную еду. Ну и хочу поблагодарить еще раз тех, кто работает в столовой. Капитальные молодцы. Потому что работа ведется везде. Баклук нас все жужжит. Все работает и летит вперед. От души. Спасибо. Спасибо. Оксана, так готова речь, говорю, а я сейчас скажу. Смогла. Мне кажется, что из всех отелей, в которых мы побывали, количество детей здесь самое большое. Согласитесь? Прям такое ощущение, что там некоторые взрослые приезжают, а он один и пять детей. Вот я такие для семьи. Так, смотрим на мармиты. Мармиты полные, ребятки. Еды хватает. Мы провели здесь почти час. И еды до сих пор все еще много. Столы свободные. Так же едят. Причем даже на первой линии. Приходите, садитесь и ешьте. Пишите свои отзывы, как вам здесь питание. На втором этаже находится игровой зал. Работает он с 9 утра до 8 вечера. С 2 до 3. Здесь большое количество аттракционов, таких компьютеризированных. Есть аэрохоккей и бильярд. Тут в некоторые, допустим, как бильярд, вы можете поиграть абсолютно бесплатно. Все остальные идут, ребятки, по жетонам. Берете жетон, стоимостью 50 рублей, получаете одну игру. Дети приходят, развлекаются и получают удовольствие. Так же здесь находится комната, в которой работает педагог и аниматоры отеля. Сама комната работает по такому же режиму. Вы можете их оставить с 4 лет. Здесь есть очень много разнообразных детских пространств, игрушек, столиков, с которыми ваши дети могут поиграть. А так же есть вот такая вот большущая игровая зона. Это удобно. На отдыхе, когда вы хотите расслабиться возле бассейна, оставили своего ребенка, с ним позанимаются, а сами пошли отдыхать, либо принимать какие-нибудь спам-процедуры, как эта девушка, например. На втором этаже также имеется спортзал. Выбор здесь тренажеров просто огромный. Оксана выбрала сразу же то место, где можно накачать себе самую главную часть. А вы спрашиваете, ребята, как она столько ест и не толстеет? Вот вам, пожалуйста, ответ. Я только ухожу, но тут начинает уже бегать на всех подряд тренажерах. Также много разнообразных силовых. Причем тренажеры, я смотрю, профессиональные. Хорошая фирма здесь. Можете выбрать себе, как говорится, под ваши мышцы. И стать красивым, сильным на этом великолепном отдыхе. А также имеется зеркало, в котором вы можете оценить свой внешний вид. Напротив тренажерного зала мы проходим спа-центр. Он также находится на втором этаже. Здесь имеются бассейны, разнообразные сауны и другие процедуры. Здравствуйте. Здесь у нас расположены спокойствия, пожалуйста. Баренька, мама, большая зона отдыха, два бассейна. Спасибо большое. Пойдемте смотреть. Тут услуги в отеле. Видите, all inclusive, ультра, все включено. Друзья, мы проходим именно в аквакомплекс. Сейчас я вам покажу, как он выглядит. Проход в него осуществляется через раздевалки. Здесь есть мужская и женская. Мы, конечно, через мужскую. Здесь имеется большое количество шкафчиков. Также раковина, зеркало с сеном. Ну и выход осуществляется уже непосредственно через душевые. Душевых здесь много. Обязательно принимайте душ перед посещением всех бассейнов, чтобы было всем комфортно. И мы с вами попадаем в крытый бассейн. Здесь есть такие вот фоконы. Место, где можно разместиться на шезлонгах. Как тебе красота? Вау. Прям очень интересно выполнить комплекс. Большое пространство. Прям с вами финскую сауну. Ух ты, какое здесь большое пространство. Красивая подсветочка. И очень сильный жар. Здесь все полностью показания. Показания есть. Следующая комната. Это инфракрасная сауна. Здравствуйте. Тоже такое большое пространство, чтобы людям было комфортно отдыхать. И она очень хорошо обеззараживает. Трое, сторону не стал показывать. Там девочки отдыхают. А она вот такая вот прям по кругу. Хамам малый. Хамам обожаю за большое количество пары. Здесь такой очень индивидуальный. Ой, прям хочется сюда и стол, и пресло. Обожаю хамамы. Следующая у нас хамам большой. Ух ты, такой более нежный парк. И очень большая зона со звездным небом. Ребятки, прям сделано все очень круто. И стол посередине. Вот здесь для тех, кто любит менее сильную жару. Мне очень понравилось, как здесь ребята развлекаются. Между большим взрослым и детским бассейном. Здесь организована такая вот волейбольная тирада двумя мячиками. Далее здесь фитобар, который вы можете получить. Казнообразные полезные витамины чьи, детокс-вода, кровяные чьи. Посмотрите, как Оксана уже здесь разместилась. Она сказала, что ей этот аквакомплекс и спа-комплекс очень-очень понравился. Теперь давайте поближе к бассейнам подойдем. Так как комплекс работает круглогодично, то здесь бассейны с подогревом огромные. Детский бассейн. И рядышком находится взрослая. Который мы наблюдаем, как они здесь развлекаются и играют. Оформление очень красивое. При этом мы находимся еще на втором этаже. Не забывайте. Обратите внимание на то, какие большие бассейны. Здесь 10 метров в ширину и в длину 25. И детский бассейн 6 на 12 метров. Пространство огромное. Здесь движется хорошо, свободно. В общем, можно и в зимний период приезжать сюда на отдых. Я уверен, что вам зайдет. Комплекс работает, напоминает круглый год, ребятка, для тех, кто хочет сюда приехать отдыхать. Также помимо хамамов, сауна, бассейнов с подогревом в спа-комплексе имеются и услуги. Это массаж. Покажу вам, как выглядит массажный кабинет. Один из них занят сейчас, свободный вы увидите. Вот так вот выглядит массажный кабинет. То есть профессиональный широкий стол. Я, так как принимался процедуру массажа, могу сказать, что ширина стола имеет значение, чтобы вам было комфортно на нем разместиться. Работает кондиционер, будет создана для вас очень уютная, хорошая атмосфера. Здесь весь комплекс процедур расположен на втором этаже. Мы уже с вами посмотрели и спортзал, и спа-комплекс, а также здесь находится кинозал. Кинозал очень большой. Вы можете увидеть, как люди здесь собрались и глядят. Какой-то мультик. Сейчас мы с вами посмотрим точку промежуточного питания. Кафе СИМО находится также на втором этаже, рядышком с детскими комнатами. Время работы ресторана промежуточного питания с 10 до 2, с 3 до 6 и с 7 до 0 часов. Заходим, смотрим. Здесь вы можете поесть разнообразные сладости, есть поздний завтрак и ужин. То есть вам всегда будет чем перекусить. Разнообразные компоты, чайная станция, кофе-машину, разные соки, мороженка. Также, друзья, здесь хот-доги, наггетсы, картофель фри и даже шаурма. Все для вашего питания. Есть сухие завтраки, набор напитков. Это йогурты, ряженка, молоко, а также каша. Ну и фрукты. А также можете взять заварной чай и сделать непосредственно чайнички. Это чай каркаде, чай зеленый. Также на первом этаже этого корпуса находится ресторан морской кухни, который называется Гарбель. Здесь вы можете поесть разнообразных морепродуктов, но уже за отдельную палату. Он в ультра все включено, к сожалению, не входит. Но возможность вам дает. Потому что когда люди приезжают к нам на Черное море, самый главный вопрос, а где же ваши морепродукты? Вот они здесь для вас будут. Выходим из столовой. И здесь есть вот такой великолепный указатель, на котором установлены часы, чтобы вы знали точное время в разных еще и местах. И дальше мы двигаемся по территории. Здесь очень красивое озеленение, под которым вы можете отдохнуть на лавочках. Здесь территория прям украшена именно в греческом стиле. Даже фонари, вы видите, как красиво отделаны. Ну вот эти самые лавочки в таком тенистом переходе. Рядом есть мусорки, освещение. То есть вы любое время здесь можете прекрасно проводить время. А также есть беседки для вашего отдыха и курения помеченные. По прямой мы выходим на детскую площадку. Она имеет прорезиненное покрытие. И площадка, наверное, одна из самых больших на Пионевском проспекте. Просто постоянно мимо прохожу этой территории с той стороны, когда гуляю. И смотрю, как здесь детки развлекаются. Мне сегодня интересно, а где все люди? Я постоянно приезжаю на all-inclusive, в столовых, особенно на обеде. Мы их встречаем всех. А потом ходишь по территории и думаешь, а где же, ничего не делают. И вот здесь мама с ребенком занимаются, развлекаются. Как раз именно сейчас. Посмотрите, какой великолепный замок здесь обустроили. Просто красота. Даже напротив площадки имеется вот такая вот зона, очень красиво украшенная для ваших родителей. С правой стороны имеются такие тренажеры для занятия спортом. Если кто-то любит позаниматься помимо спортзала еще и на свежем воздухе, то здесь вы это можете сделать. Вот эта теневая зона, детская площадка, чтобы лучше ориентироваться, находится рядом с корпусом Олимп. Мы продолжаем двигаться по территории отеля. Двигаемся в стори Мори А. С левой стороны мы видим магазин, в котором есть вся нужная продукция, чтобы вообще не покидать территорию отеля. Вы здесь можете от кремов до каких-то детских игрушек все прикупить. Далее находятся короки. Короки здесь работает в вечернее время с 8 до 2 часов. И здесь вы можете сначала посидеть с детьми, а потом уже сами с крепкими напитками, вкусными блюдами насладиться атмосферой отдыха и никому при этом не мешать. Дальше мы уже входим, ребята, на современную территорию Моря. Как раз-таки тот отель, который стал продолжением развития курортного отеля Олимп. Здесь по пути у нас встречается детская площадка, тоже на прорезиненном покрытии. Детки могут здесь поиграть. Всего территории мы можем увидеть как раз-таки эту пятиэтажную парковку, на которую вы можете поставить свой автотранспорт под охрану. И дальше давайте знакомиться с этой великолепной аквазоной. По периметру здесь двухэтажные домики, в которых вы будете также проживать. С правой стороны от аквакомплекса, дорогие мои, имеется точка промежуточного питания, на которой вы можете прийти, налить себе разнообразные напитки. Сейчас здесь из перекусов имеются осетинские пироги, пицца, здесь есть фрукты, вино, белое-красное, есть кофемашина и чайная станция. Из крепных алкогольных напитков вы можете выбрать водка, виски, ром, разнообразные настойки, также здесь наливают пиво. Ну и конечно же лимонады, тот же самый мохито, кола здесь также есть. В дальнейшем готовится к открытию детское кафе, которое там по прямой находится. Вы сможете своим деткам как бы устроить настоящий праздник. Представляете свое, собственно, детское кафе. С пяти часов вечера здесь начинает работать гриль-бар, на котором вы можете отведать разнообразные вкусности, приготовленные непосредственно на гриле. То есть полный комплекс, то, что вы любите на отдыхе здесь присутствовать. Теперь в море давайте познакомимся непосредственно с бассейнами. Они здесь подогреваемые, вокруг них имеется большое количество шезлонгов. Здесь у нас такая детская более зона, там более глубокая взрослая. Посрединке имеется такой великолепный остров. Вокруг бассейна открываются зонтики, чтобы вы могли не только загорать, но и спрятаться под тенью, под которой было бы очень хорошо и комфортно вам отдыхать. Но это же не главная тема. Вы посмотрите, какой там находится аквакомплекс с горками, детскими и грабыми зонами. Пойдемте-ка туда. Это, друзья мои, настоящий островок счастья для детей и взрослых. То, как крики деток, их визги. Преворачиваешься на них из бедра. Зонтики, вот такие визги, пистолеты водяные. Дают им возможность здесь отдыхать по полной программе. Здесь также рядышком есть и скамеечки, и шезлонги. Родители с своими детьми делают великолепные фотографии на фоне всего этого. Ну, а это комплекс город. Их здесь. Раз, два, три, четыре, пять. То есть, смотрите, ребята, вашим деткам здесь кататься не перекататься. Да и сама территория здесь великолепная. Можете видеть, как здесь стараются сохранять деревья. Также, пообщавшись с руководством, мне рассказали о том, насколько здесь заморочились с охраной этого комплекса. Ребятки, здесь работает очень много комплексов. Даже, наверное, не стоит рассказывать каких, которые определяют, гость вы там или нет. Также работает и в автоматическом режиме парковка. То, что по вашим номерам проверяет машина, зарегистрирована в сети или нет. В общем, очень большой класс работы проведен здесь. И все это сделано именно для вашей безопасности, безопасности ваших детей. Вот так. Поднимаемся вверх. Лестница с антискользящим покрытием. Давайте по центру. Здесь у нас две горочки прямые. На них ваши детки будут прямо сейчас прокатиться туда вниз. Ну, вы видите, да, сколько детей катаются. С левой стороны у нас такая вот горка со спиралью. И с правой стороны еще одна спираль. Также есть закрытая горка, труба. Парень, думаю, сейчас в нее поедет. И решил скатиться на животе. Ух, и вышел. В легке. Также взрослая, тетенька у нас поехала на горке вниз. И ух, полетела. Куду выпрыгнула. И дочка ее тоже полетела вниз. Это была ее мама. Которая сейчас ее там и встретит. Та-да. Вот так вот, ребята. Слушайте, как дети визжат и радуются. Я поймался на мысль, что я здесь залив. Среди этого счастья визга в критках детской радости. Ну, действительно, мне чужое счастье. Особенно счастье наших любимых отдыхающих греет дождь. Это круто. Здесь вы сами видите, насколько современный, прекрасный комплекс сегодня у нас на обзоре. К удобству гостей уже включили вторую линию налива пива, напитков и крепких алкогольных напитков. Здесь донесли еще дополнительные сладости, булочки. То есть, все пополнили. Жалко, мы чуть не успеваем. Один час остается до того, как здесь начнет работать грильбар. Хотелось бы вам его тоже показать. Пока я снимал вам аквакомплекс, Оксана здесь продегустрирует пиццу. Как тебе? Это самое главное, друзья. Чтобы есть чем дополнительно насладиться. Меня радует, что здесь людей стало хоть побольше. Потому что был вопрос, а где все? Ну, вот они вроде бы появились. Самое главное, улыбаются и радуются. Чего еще хотеть в этом мире? Душевые и туалеты есть также рядышком с аквакомплексом. Еще раз говорю, ребята. Перед посещением всех водных объектов используйте душевые. Это очень важно. И после них тоже. Тут дети делают, что? Рассчитывают, когда придет вода. И все собираются, чтобы попасть под нее. Клево! Мы сейчас находимся во втором корпусе на втором этаже. Посмотрим с вами двухкомнатный номер люкс. Размещение до пяти человек. Номер у нас 40 квадратных метров. Свет включается и доступ в номер по карточкам. На входе имеется ростовое зеркало. С левой стороны у нас место для хранения. Здесь имеется доп. Одеяло, плечики, гладильная доска. Посредине у нас расположен сейф, пакет для грязного белья, швейный набор, также тапочки. С правой стороны имеется холодильник, набор полотенец, простыней дополнительных, халаты и подушки. Далее идет раскладывающееся кресло и проходим в саму комнату. Здесь довольно-таки просторно. Имеется диван. Возле дивана две прикроватные панели и бра над ними висит картина. С правой стороны имеется чайная станция. Здесь у нас чайник, чашки, набор другой посуды, сахар, чай. Вот мне всегда говорят, почему ты говоришь чайная станция? В одном из отелей меня поправил менеджер и сказал, вот ты много слов говоришь, описывая всю посуду, когда просто скажет чайная станция. И всем будет понятно, что здесь находится. Но из тех, кому непонятно. Ребята, чайная станция. Напротив имеется телефон. Здесь набор посуды, вплоть вилки, ножи. Приветствую на шампанское. Дальше кофе, тачка, телевизор и вот такая вот красивая панель. Над ней зеркало и кресло. Оксана готовится открыть нам балкон. Потом, что мне здесь понравилось, балконы в этих домиках отдельные. Можете увидеть, что он с двух сторон ограничен. Здесь имеется стол, два стула и шикарный вид на бассейн. Вот где все люди прятались в этом комплексе. Все равно их тут как-то маловато, я бы сказал. При такой загрузке столового, который мы видели, я думал, места свободных не будет. Где вы? Мне интересно, когда вы приезжаете к нам, где вы пропадаете, ребята? Смотрим на вторую изолированную комнату в этом номере. Она тоже очень просторная. Сплит-системы есть в каждой комнате. Также здесь над ходом. И смотрим. Огромная двуспальная кровать. Пространство в комнате, ребята, прям действительно очень большое. Место тут. Вау. Ну, сам номер 40 квадратов, в чем говорить. Прикроватные тумбочки. Над ними имеется бра. Вся зона из головы тоже отделена. Напротив телевизор. Стол с зеркалами. Двумя. Причем и кресло. Есть еще раскладывающееся кресло. Его можно использовать как доп. место. Открываем шторы. Выходим на балкон. Здесь мы тоже имеем вид на аквакомплекс. И раздельный балкон. Стул. Два стола. На каждом балконе есть место для сушки ваших вещей. Красота. Очень важно отметить санузел, потому что здесь он тоже просторный и имеет ванну. С левой стороны набор полотенец, всех мыльных принадлежностей, фен, доп, зеркало, подсветка над огромным зеркалом, столешница. Как я сказал, ванна с тропическим душем, полотенце, сушитель, имеется унитаз. Рядом с унитазом вы можете позвонить. Есть телефон из санузла. Стоимость проживания в этом отеле на двоих человек обойдется вам сегодня 24 тысячи. Если вы приедете в четвером, то в тридцать две. Это все по системе ультра все включено. Друзья, мы находимся уже в пике сезона 2024 года. Мы находимся на седьмом корпусе. На втором этаже смотрим с вами двухместный плюс доп номер. Квадратура 20 квадратных метров. Здесь также электричество включается по карточке. С левой стороны у нас есть сафанок. Дальше идет место для хранения. Напротив него ростовое зеркало и вход в санузел. С левой стороны доп одеяла, плечики, гладильная доска, утюг. Посередине сейф, пакет для грязной одежды, набор швейных принадлежностей. Далее идет холодильник, полотенца, тапочки, халаты, одеяло, простыни. Проходим в номер. Номер очень просторный. Здесь кровать с хорошими упругими матрасами. Матрасы мы оценили в одном из отелей. Спать на них просто шикарно. И больше всего мне понравились подушки, ребят. Я понял, что домой хочу себе тоже взять хорошие, новые. Возле кровати прикроватные тумбочки и сверху бра. На левой тумбочке имеется телефон. Напротив у нас столешница. На столешнице телевизор, зеркало. Здесь у нас набор водички, приветственное шампанское, чайная станция и кресло. Напротив раскладывающее кресло для ребенка до 14 лет. Если вы приезжаете с семьей и у вас ребенок до 5 лет, то вы можете взять его бесплатно. Такая вот акция в отеле. Выходим на балкон. Здесь открывается дверь на проветривание. И балкон также отделен от соседей. Имеется стол, два стула, вид на зеленую территорию и бассейн. По-моему, очень круто. Как тебе? Круто. Мне нравится. Смотрим санузел. Он здесь также просторный. С левой стороны у нас душевая зона с тропическим душем. Есть полотенце-сушитель-унитаз. С правой стороны огромное зеркало, раковина и столешница под ним. Имеется телефон, фен и большое количество мыльных принадлежностей и полотенец. Стоимость проживания в этом номере 16 тысяч рублей на двоих. По ценам, друзья, уточняйте, пожалуйста, все на сайте, вся информация по всем другим номерам. Они плюс-минус оснащены одинаково. Такой же номер, как перед этим люкс, есть семейный. Только вместо дивана в первой комнате стоят две кровати. Может быть, вам так будет удобнее. Сейчас мы смотрим с парковки на территорию самого отеля. Вот эта часть, которая называется Мориа, аквакомплекс посредине. Какая великолепная концепция, ребятки. И вот, походив по номерам, посмотрев на то, как здесь отдыхают люди, понимаешь, насколько классно, что у нас становится все больше таких великолепных мест и отелей. Сейчас я вас приглашаю на пляж. Он там тоже свой, с возможностью допитания и всей нужной вам инфраструктуры. Это из разряда, а здесь еще и море есть, друзья, с собственным пляжем, полной инфраструктурой, до которого идти 250 метров, ну, 5-7 минут. Пойдем в Джимате через Кривой и Пароход. Переход через Пионерский проспект осуществляется по пешеходному официальному переходу. Но так как мы находимся на Пионерском проспекте, то вся необходимая вам инфраструктура здесь тоже, в принципе, в доступе есть. Что надо вам, не надо. Хотя, честно, я всех понимаю, почему в торговых точках падают прибыли. Потому что люди захватывают полностью весь отдых. А там, когда вы отдыхаете, вам ничего уже этого и не надо, в принципе. Здесь и косички плетут, и одежду продают, всякие надуважки. Ну, один из самых коротких и любимых проходов к морю. В этом году вся жизнь бьет ключом. Так, здесь разнообразные сладости продают. И в этом году тут переработали зону кафе, ребята, с шашлыками и всеми нужными вам блюдами. Вот там оно прячется все. Заказали, что вам надо. Мужчина пожарил вам на мангале, посадил и накормил. Ну, и дальше всем немножко остается. Подходим по этому проходику. И дальше уже по настилам двигаемся непосредственно с пляжа. За счет как раз-таки вот этих мест этот проход и называется Кривой. С левой стороны базу ждут в дальнейшем перестроения. Сейчас делается проект. Сюда будет вливание. Будем надеяться, что они тоже уделят место этому проходу. Ну, тень классно, хорошо. Мусора нету. И прекрасно. Как сказали мне, что эту территорию как раз-таки олимп, моря и убирают, чтобы их гостям было хорошо и комфортно. До самого пляжа здесь нас настило. Полностью вам не придется нигде идти по песку. Смотрим саму территорию пляжа. Она здесь огорожена такими вот веревочками. Доходим до вывески. На пляж вы попадаете по браслетам. С правой стороны большое количество теневых навесов, лежаков, друзья. Видите, что они не все заняты. Хотя время сейчас самое пляжное. У нас уже 5 вечера, все должны выбираться. Да и людей, в принципе, на этом проходе не так уж и много. На море так, в принципе, было всегда. Здесь под навесом есть общая зона отдыха, на которой вы можете отдохнуть. Бар за дополнительную плату. Далее находится точка промежуточного питания. Здесь вы можете взять соки. Есть перекус. Это пирожки, разнообразные пицца и осетинские пироги. Попкорн. Берете напиток, идете на лежачок и наслаждаетесь отдыхом, друзья. Эх, красота. Здесь еще дополнительные переодевалки душевые. Площадка для волейбола и шезлонги. Как под навесами, так и под солнышком. Чтобы можно было не только в тени прятаться, но и загорать. Также имеется зона для курения отдельно от всех. Ну и душевая зона выглядит вот так вот. Ногомойки. Чтобы перед походом домой можно было смыть песочек. Домой, это я уже говорю об этом отеле, как о вашем доме, друзья мои. Также есть санузлой. Пойдемте пройдемся к морю, посмотрим, как оно здесь ждет. Вот команда спасателей, которые сейчас выставляют и лежаки, наводят, как говорится, порядок перед большим приходом гостей. И морюшка ждет нас и порадует. Сегодня не так жарко, как у нас были прошлые дни. Честно, даже более-менее комфортно находиться на пляжных территориях. 35 температура воздуха. Морюшка после шторма у нас потихонечку успокаивается. 29,8 возле моря. У нас сейчас начал дуть северный ветер. Он уже успокоился. Но из-за него у нас произошел апвеллинг, как называемый. То есть сменились свои воды. Он отогнал от берега теплое море. И на место него с глубины пришла чистая водичка, но холодная. И температура воды сегодня с утра была 20-20 небольшим. А сейчас упала еще ниже. Сейчас дождемся, я вам ее озвучу. Поэтому сегодня не так много купающихся в море. Но буквально 2-3 дня, и температура вернется на круги слоя. Поэтому не переживайте. Зато для вас будет чистейшее, красивейшее море. Вот вам как бы и ответ на вопрос, почему люди приезжают на All Inclusive, выбирают бассейны. То есть они не зависят ни от чего. Чтобы вот как эти ребята с левой стороны не трястись от холода в воде. Вы сами видите, да? То есть у нас сейчас пик сезона, в море практически никто не купается. Вот одна женщина дальше меня просто стоит. Плавающих вообще не видно. Повторяю, виновь всему тому апвейнет. 30 с лишним температура воздуха на солнышке, а температура водички 27. Представляете, минус 10 с лишним градусов. На контрасте вам будет, ну, очень холодно. Хотя для меня температура воды шикарная. Шикарная. Просто потихонечку заходите, привыкайте к морю и купайтесь как можно дольше. Надо, главное, говорится, потихонечку привыкнуть к воде. Но в голове это сравнить, как говорится, что ты привыкнешься, будет хорошо сказать. Очень сложно. Вспомните меня, который любит купаться уже после плюс 10 температур моря. Блин, опять градусник на мочу. Будет обидно, если и этот сломается. Хорошего отдыха, наши подписчицы. Как начинается работа гриль-бара, здесь принесли уже свежие овощи, хлебушек, ребятки. И время уже подходит в 5 часам. Все, как я вам и говорил. Специально решил задержаться, чтобы показать именно этот формат. Потому что многим гриль интересен. Маринованный лучок, кетчупы разнообразные. Друзья, мы можем с вами наблюдать. Началась раздача. Здесь идет у нас картошечка гриль приготовленная. Курочка. Это ножки, крылышки. Также есть сосиски и кабачки. Добавили у нас огурчики. Лучок маринованный. Все. Прямо прекрасно. Люди уже довольные стоят и ждут вкусняшек. Тут есть и пицца, и осетинские пироги. Фрукты, вина. То есть крепкие напитки. Все, что надо для шикарного отдыха в бассейн. Я поел на обеде. Что там прошло? Три часа я до сих пор есть не могу, не хочу, не буду. Но ребята тут хотят вкусняшек. Смотрите, какие набирают. Все по заказу им накладывают. Дай бог, чтобы всем хватало. Было вкусно. У меня было мало. От души отличного отдыха. Дорогие мои друзья. Сегодня мы вам показали великолепный отдых в отеле Муриан Олимп. В который вы можете приехать отдохнуть. Ссылочки, описания отеля, номера телефонов для бронирования. Все есть напрямую. Заходите, приезжайте, наслаждайтесь. Отель обещает, что дальше будет меняться только в лучшую сторону. Сейчас, благодаря новой системе безопасности, которая введена на территории отеля, закрыт доступ для всех тех, кто туда пытался, прорывался, как говорится, на халяву. Теперь только официальные гости отеля находятся там. И это существенно снизило нагрузку на всю инфраструктуру отеля. Собственно, друзья, я думаю, что в этом году отзывы улучшатся. С теми обновлениями, которых я знаю и которые ждут отель от пляжа и заканчивая корпусами, вы будете в следующем году, да и в этом тоже, счастливы отдыхать там сами. С вами был Юрий Азаровский и Оксана. Для вас, друзья, морюшка, как всегда. Ну а вы не забывайте подписаться на телеграм-канал, он есть с ссылочкой в описании. Ну а также мы будем рады видеть вас в всех остальных соцсетях, особенно в группе ВКонтакте. Ну а в телеге выигрывайте вино, либо 500 рублей на счет. Играем почти каждый день. Всем привет, черноморские, и увидимся, ребятки. Лето только начинается. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok